Ангелине в жизни приходилось не сладко. Ее отец героически погиб в горячей точке, когда она была еще совсем малышкой. Мать Ольга старалась сама поднять дочку, но выходило у нее не очень хорошо. Она была болезненной, поэтому не могла задержаться ни на одной работе. Женщине постоянно требовался больничный, а работник такой был никому не нужен. Ольга часто закрывалась в комнате и рыдала от бессилия. Денег постоянно не хватало. На ужин девочке часто приходилось съесть хлеб с подсолнечным маслом, а старая одежда становилась поводом для насмешек со стороны одноклассников. В 14 лет девочка осталась сиротой. Из родственников у нее осталась только родная сестра-матери, которая постоянно издевалась, называя девочку термоедкой. Она заставляла Ангелину заниматься хозяйством, а сама безбожно пила и постоянно приводила домой представителя маргинального общества. Когда Ангелина стала совершеннолетней, она твердо решила уехать в город. Девушка захватила с собой отцовские ордена, небольшие накопления и сняла квартиру. Она устроилась уборщицей в офис. Однажды она лицом к лицу встретилась с молодой симпатичной девушкой, которая пришла в офис по каким-то вопросам. Смоляные брови, роскошные длинные волосы и целеустремленный взгляд. Вероника сразу показалась ей зазнайкой, которая подтвердила догадки, указав девушке на ее место. Несмотря на то, что Ангелина тоже не была серой мышкой, сидевшие в коридоре молодые люди больше обращали внимание на Веронику. На то и было красивое дорогое платье, в отличие от Ангелины, которая была вынуждена надеть старую потрепанную кофточку и дырявые джинсы. Ее светлые волосы были собраны в хвост, а грустные зеленые глаза уже давно потухли. Позже оказалось, что Вероника работает в офисе. Она занимает неплохую должность, ведь у нее много помощников мужского пола, которые сделают все ради одной только улыбки холодной королевы. Вероника зашла к другим сотрудницам офиса и стала с упоением обсуждать внешность новой уборщицы. День за днем девушка чувствовала себя самым последним человеком в этом мире. Над ней постоянно смеялись. Даже представители мужского пола удалось настроить против бедной уборщицы. И все это были происки Вероники. Один только парень поддерживал бедную Ангелину. В один из вечеров он позвал ее на свидание. Виталий показался Ангелине добрым и порядочным молодым человеком, но уже на следующий день она узнала у одной из сотрудниц о том, что он являлся женихом Вероники. Ангелина была так расстроена, что не смогла сдержать своих слез. Сотрудница Марина призналась, что в скором времени Вероника станет заведующей отделом и ей будет совсем не сладко. К тому же свадьба влюбленных должна была состояться уже через месяц, по словам сплетницы Марины. Каждый день Вероника встала унижать Ангелину. Она включала песню «Здравствуй, девушка секонд-хенд». Она смеялась над ее внешним видом и дешевыми вещами. Виталий же перестал обращать внимание на Ангелину. Когда она проходила мимо, он стыдливо прятал глаза и ускорял шаг. Молодой человек даже начал смеяться вместе с другими, когда слышал об Ангелине. Он не хотел портить отношения с Вероникой. Без скорой она должна была занять высокую должность, а он очень ценил свое место в этой компании. Несмотря на то, что Ангелина ему искренне нравилось, желание построить успешную карьеру было куда сильнее. Отчаявшаяся Ангелина решила завести питомца, чтобы скрасить свое одиночество. Она нашла на улице маленького белого котенка, которого назвала Тошкой. Девушка не смогла пройти мимо него и взяла с собой на работу, чтобы вечером уже показать ему свой новый дом. В этот день в офис должен был приехать директор, которого все очень боялись, а Вероника совсем его не боялась. Когда мужчина прибыл в офис, карьеристка тут же зашла к нему в кабинет и стала докладывать о делах фирмы. Она будто бы случайно задела кофе, стоящий рядом с Павлом Александровичем. Чашка тут же упала на пол. Девушка вызвала Ангелину и пожаловалась директору на то, что уборщица плохо справляется со своими обязанностями. Мужчина поднял глаза и обратился к ней, решив узнать, что у нее не получается. Щеки Ангелины запылали. Однако она взяла волю в кулак и призналась, что Вероника постоянно цепляется к ней, желая лишить ее места работы. Ангелина рассказала Павлу Александровичу о себе. Она призналась, что не намерена терпеть подобные отношения, даже в дань уважения к своему отцу, человеку, который всегда был гордым. Она озвучила фамилию своего отца и тут же увидела в глазах директора какое-то сочувствие. Он признался, что воевал вместе с мужчиной на Северном Кавказе. Отец был лучшим другом Павла Александровича. Он получил смертельное ранение, но спас своего товарища. Мужчина сказал, чтобы девушка шла домой, а завтра приходила в офис. Но уборщице он больше ее видеть не желал. Не гоже дочери героя мыть полы. Мужчина рассчитался с ней за проработанный месяц, поэтому Ангелина возвращалась домой особенно счастливой. Со своим новым питомцем, которому она по дороге купила еды и различных игрушек. На следующий день девушка пришла на работу в обновках. Она купила себе красивый строгий костюм. Придя в офис, Ангелина узнала, что начальник принял решение уволить Веронику, которая не давала ей жизни. Павел Александрович подошел к девушке и дал ей новый договор, согласно которому ее приняли на должность оператора. В конце рабочего дня директор зашел в кабинет и отдал Ангелине ключи от своей второй квартиры. Он давно приобрел ее для будущих детей, но их так и не было. Именно поэтому мужчина решил сделать доброе дело и улучшить жизнь девушки, которая и так немало настрадалась. Девушка забрала котенка и небольшое количество вещей и переехала в новую квартиру. Павел Александрович относился к ней как к настоящей дочери. Он обставил квартиру техникой, купил Ангелине много одежды и постоянно привозил продукты. Девушка поступила в университет, чтобы получить высшее образование. Она успешно совмещала заочное отделение с работой. Как только Виталий узнал, что Веронику уволили, он сразу же стал снова кокетничать с Ангелиной. Однако она уже знала ему цену, поэтому никак не реагировала на флирт. Однажды, покупая корм Тошке в ветеринарном магазине, девушка уронила несколько пакетиков. Она начала их сразу же поднимать и увидела, как симпатичный молодой человек ринулся ей помогать. Он одобрительно кивнул на пакетики кошачьего корма, заметив, что девушка делает правильный выбор. Парень сообщил, что его зовут Сергей и признался, что любит этот корм. Девушка начала смеяться, поняв, что молодой человек желает ее рассмешить. Она начала обсуждать с ним домашних животных, узнав, что у Сергея живет кот породы саванна. Молодые люди так увлеклись беседой, что даже не заметили, как прибежало 15 минут. Парень предложил Ангелине привезти ее домой. Она набралась смелости и пригласила молодого человека на чай. Девушка почувствовала, как ее, подобно магниту, тянет к этому высокому и широкоплечивому брюнету. Молодые люди проболтали несколько часов. Ангелина познакомила Сергея с Тошкой и сразу заметила, как кот ластится и симпатизирует новому знакомому. Когда парень ушел, Ангелина заметила, что они совершенно забыли обменяться телефонными номерами. Она была так расстроена, но ничего не оставалось делать, как на следующий день отправиться в ветеринарный магазин. Она надеялась снова встретить парня, который сразил ее наповал своей добротой. На следующее утро Ангелина встала в печальном настроении. Она понимала, что шансы встретить Сергея в ветеринарном магазине слишком малы. Девушка была расстроена до слез, но принялась собираться на работу. Она надела свой серый деловой костюм, собрала документы в сумку и вышла на улицу. Каково было ее удивление, когда она увидела стоящего возле подъезда Сергея с букетом белых роз в руках. Он подошел к девушке, вручил ей цветы и подставил руку. Она без лишних слов взяла его под руку, вдохнула аромат свежесрезанных цветов и зашагала в такт со своим новым знакомым. В эту минуту девушке было так спокойно, как никогда за все эти годы бедности, разочарований, унижений и отсутствия понимания.